Окей, сегодня начнем курс по обработке аудио с помощью нейронных сетей и применительно к тому, как вообще обрабатывать речь, музыку и прочие виды, связанные с аудиосигналами, с помощью методов глубинного обучения. И, собственно, про что будет первая лекция. Сначала расскажу про то, что будет в курсе, какие мы будем разбирать задачи про организационную часть и какие-то тонкости, если что, вопросы поотвечаю. Потом пройдемся по двум основным блокам задач. Это распознавание речи и синтез речи. Расскажу про историю, какие-то базовые идеи. И далее поговорим про классические вещи в обработке аудиосигналов, то есть про характеристики аудио, про звук, про преобразование Fourier, которое нам достаточно часто будет нужно. И это является базой для того, чтобы нам делать спектрограммы, на основе которых мы получаем какие-то фичи, с помощью которых потом обрабатывать методами глубинного обучения. Вот, это краткий план на сегодня. И начнем с организации. В целом планируется 8 лекций. Там может быть плюс-минус одна лекция и еще 4 плюс-минус один семинар. То есть тут больше на выборы, если вам будет что-то более интересно, можем чуть-чуть поменять тематики. Я скинул страницу курса, и там есть список примерный, что будет планироваться по лекциям и по семинарам еще добавим. Если вам будут какие-то темы более интересные, из тех вот выборов лекций, которые я прислал, вы можете написать. Мы там легко подстраиваем программу. Будет 4 домашки, они достаточно несложные, плюс там можно будет получать дополнительные баллы. Суммарно за каждое домашнее задание можно получать по 2 очка, и будет простой тест финальный на тоже 2 очка. И суммарно все эти 8 очков за домашнее задание и 2 очка за тест финальный будут давать финальную оценку за курс. По каким-то вопросам, обсуждениям, это обращаться ко мне, основной это телеграм-чат, либо к Даниэлю, тоже его контакт оставили на слайде, он будет читать семинары. Поэтому любые вопросы по лекциям, семинарам и домашкам можно писать в чат или в личку вот кому-то из нас. Если есть сейчас какие-то вопросы по организации, сразу можем обговорить. Да, на странице курса будут выкладываться все PDF-ки, видео записи и семинарские ноутбуки. Окей, если пока вопросов нет, давайте тогда начнем уже по тематике. Рассмотрим сначала вообще какие у нас задачи встречаются в обработке аудио для того, чтобы можно было применять к ним какие-то методы мобильного обучения. Когда начинаешь изучать какую-то область, всегда интересно вообще знать практическое применение, зачем все это надо, а не сразу какую-то теорию погружаться и какие-то модельки. Поэтому тут сразу начну с примеров очевидных, где это у нас применяется. Ну, во-первых, это у всех на слуху про голосовые ассистенты, колонки, такие как Amazon Alexa, Siri, Alisa от Яндекса. Точно так же у нас применяется все это в обработке аудиосообщений в Телеграме, ВКонтакте, перевод из аудио в текст. Еще один очевидный пример – это почти все субтитры на YouTube автоматически генерируемые. Они генерятся с помощью технологий, которые мы будем обсуждать на курсе. Из таких интересных примеров еще могу привести. Вот есть, например, стартап-рефлика, где они делают такого чат-бота, с которым можно пообщаться именно голосом. То есть там есть такой мета-персонаж, с которым вы можете общаться, будто это ваш друг. То есть на какие-то там можете по психологии пообщаться, по политике, в общем, на все, что хотите. Или, например, сейдет. Вы даете какую-то фразу, записываете своим голосом, а там эта программка вам выдает то, что Трамп или кто-нибудь еще из знаменитостей может вам ту же самую фразу сказать, только их голосом, но с той же интонацией, как вы это сделали. И с последнего, вот как раз на неделю или, да, по-моему, на прошлой неделе очень такой громкий был, когда можно было подавать просто видео на вход в программе и у вас в сервисе, и у вас на выходе получалось перевод с той же интонацией, тем же голосом, но уже на другом языке. То есть, по сути, сервис, который, можно сказать, будет заменять в скором времени дубляж фильмов любых и так далее. Это из таких интересных, очевидных примеров. Потом я могу еще накидать каких-нибудь прикольных сервисов, стартапов. Они как раз за последние 2-3 года очень сильный буст получили и много их начали делать, потому что в целом сама область получила развитие как раз в последние 3 года. Собственно, по тому, какие вообще есть задачи по классификации, нас можно выделить 3 основных блока. Это цифровая обработка сигналов, анализ речи и симптос речи. В цифровой обработке сигналов мы собираем скорее какие-то классические методы обработки их, то есть связанные там с аудиоинжинирингом, сведением звуков, музыки и так далее. То есть, классика обработки аудио, которую мы будем еще применять в остальных блоках для решения задач. Потому что база обработки, она как раз применяется и там, и там. И 2 остальных блока – это обработка речи, которая в целом объединяет в себя задачи, которые можно свести к тому, что мы переводим речь в какой-то вид в текстовом формате. Например, самая классическая задача – это speech-to-text, то есть, как, например, перевод аудиосообщения в текстовый формат. И на основе этой задачи есть еще куча похожих, например, voice activity detection, когда нам надо просто сначала задетектировать в аудиодорожке, где вообще идет разговор, чтобы в тяжеловесные модели не запихивать какие-то длинные очень аудиодорожки, а обрабатывать только там, где действительно была какая-то речь. Также из интересной задачи там – это speaker-биометрия, то есть определить, что это тот самый человек. Speaker-диоризейшн, когда у нас несколько человек говорит, и мы пытаемся разделить, ну, как, типа, кластеризовать моменты в аудио, там, где у нас разговаривает первая персона, вторая персона, потом первая и так далее. Keyword-спотинг – про это у нас даже будет отдельная лекция. Это задача, когда нам надо определить сначала задетектировать какие-то ключевые слова, по которым начинать потом обработку аудио. То есть, например, это задача определения слова «Алиса» или «Сири», чтобы потом начать обрабатывать классическими спич-то-текстом большой моделью. Fake detection, voice classification и так далее. Чуть подробнее мы сейчас, я про них расскажу отдельно, когда начнем говорить про блок обработки речи. Про него чуть кратко вот сейчас прошлись, и есть еще более такое интересное. Это про генерацию речи, который как раз получил в развитии вот последние, наверное, пару лет. Основные моменты, когда у нас качество стало таким, что можно принять его за более-менее нормально и близким к человеческому. Это классическое, когда мы переводим, наоборот, из текста в голос, клонируем голос, другая версия клонирования голоса. Когда мы пытаемся сгенерировать пение, так как у нас в пении есть какие-то моменты с тем, как нам надо тянуть какие-то ноты, там более сложные моменты в генерации, которые надо учитывать, достаточно интересные задачи тоже. Или, например, деноизинг звука, то есть то, что у нас, например, в шумоподавлении в наушниках. Теперь давайте посмотрим, а что конкретно в курсе мы рассмотрим. Это, во-первых, мы пройдемся по классической обработке, цифровой обработке сигналов. Сегодня мы как раз рассмотрим классические методы и базу, которая нам нужна для того, чтобы применять это в губинном обучении. Из обработки речи мы точно рассмотрим пару лекций. У нас будет про speech-to-text или, как его еще называют, ACR, Automatic Speech Recognition. Будет точно целая лекция по keyword-спотингу, то есть определение слова, фразы, с которой нам надо начинать распознавать. Из генерации речи несколько у нас будет лекций по базовому, просто по генерации, по основным моделям, которые сейчас применяются и являются SOTA. И будет про voice conversion. Это задача, когда мы подаем какую-то фразу и нам такое дело типа ставил трансфера на другой голос. И если будут какие-то более, ну, вам более интересные тематики, например, про генерацию музыки или про как раз спикер-биометрию, это как раз сейчас есть в списке на GitHub в лекциях, так что вы можете выбрать примерно, что будет более интересно. Да, если будут какие-то вопросы, вы можете перебивать, задавать во время лекции спокойно. Теперь давайте начнем в целом, пройдемся по двум основным блокам и начнем с распознавания речи. Поговорим сначала про историю. Все началось достаточно давно, как это могло оказаться. Это в 52-м году в лаборатории Белла сделали такую достаточно громоздкую систему Одри, которая могла распознавать 10 цифр от одного его создателя. То есть только создатель мог называть эти цифры в микрофон, и эта система Одри могла распознать их, напечатать, что это там вот. Он сказал 8. И в целом, как эта система работала, это были предзаписаны эти сигналы, как он говорил, вот этот создатель самой машины, эти сигналы в виде каких-то... Да, в виде сигналов они были записаны заранее, и сама машина, по сути, берет сигнал, который подается в микрофон, и сравнивает этот сигнал с остальными, которые у нее предзаписаны внутри. Просто берет статистически наиболее вероятные, которые более похожи. И основная проблема тут, во-первых, один только человек может это диктовать. Мало слов, мало в целом применения, когда у тебя машина достаточно огромная. Как это было вот в 50-е, когда все компьютеры тоже были громадными. И в 50-е, 60-е примерно все лаборатории делали примерно одно и то же. Да, вот есть предзаписанные какие-то сигналы, и их потом статистически просто берут, какой наиболее вероятно самый похожий к тому, который подали в микрофон. Из более-менее значимых, которые запомнились, и что-то интересное сделали еще было в 61-м году от IBM, так называемая шубокс-модель, точнее не модель, а система, которая могла понимать 16 слов на английском языке. То есть они, кроме 10 цифр, которые были в Одре, они еще добавили сложение, вычитание, умножение и так далее. И могли проводить, то есть вслух говорится, там 10 плюс 2, и машина делала вычисления и показывала результат на печатной машине 12. И основная суть, почему это запомнилось, просто потому что по сравнению с остальными системами это была достаточно маленькой, маленького размера, почему ее и назвали шубокс. То есть она была размером с коробку для обуви. И из такого более дальше прорыва произошел он в 70-е, когда начали применять системы, основанные на скрытых марковских моделях, то есть просто развили методы, связанные со статистикой. И благодаря этому им удалось развить эти системы на большее количество слов, то есть в 70-е, например, могли больше около 1000-2000 слов распознавать разные системы. Самой знаменитой тогда была система от компании DARPA, которая финансировалась изначально американскими военными, то есть это была, по сути, военная разработка. И в какой-то момент эта компания отпочковалась в отдельную, ее назвали Siri, и впоследствии эту компанию Siri купила Apple. То есть все телефоны Apple сейчас используют, по сути, в качестве Siri, ту, которую изначально разрабатывали для каких-то военных целей, военной разработки. Как это часто бывает с любыми военными, с любыми научными открытиями, исследованиями, что это начинается с каких-то военных разработок и исследований. В целом, в 80-е это то же самое, примерно применяли HMN, просто увеличивали количество слов, которые может распознавать система, но ничего более прорывного и интересного не было. В 90-е основной прорыв был в том, что у нас появились более вычислительно-ресурсно-емкие процессоры, которые могли, позволяли сделать системы, которые быстрее могли обрабатывать эти системы, чтобы распознавать слова, и, соответственно, больше слов можно было распознавать. То есть были всякие даже диски, которые вы вставляете и потом в микрофон говорите, и с помощью иной, и по этому диску есть программа, которая вам из микрофона распознавала речь. И основной такой прорыв произошел вот в нулевые десятые, когда начали использовать как раз классическое машинообучение более подробно, и нейронные сети. На самом деле у всех, как мне кажется, главная ассоциация с развитием нейронных сетей, это начиная с 2012 года, когда было соревнование по имиджнету. Но основной как раз прорыв считается, то есть с чего началось использование их, это были статьи в 2006-2008 годах от крестных отцов глубинного обучения, Джеффри Хинтона и других. И как раз эти статьи, которые являются таким началом новой эпохи глубинного обучения, они как раз и применяли методы для данных с аудио. То есть можете посмотреть, почитать про этих людей, и вот первые статьи, которые в 2006-2008 были, как раз на основе их потом начали сильно развиваться в 2009-2010-2011 годах статьи, и просто какую-то суперпопулярность, которая у всех на слуху стала, это вот после 2012 года. Ну и в целом получилось, что в 2010-е с тем, как у нас появились трансформеры, какие-то сверточные нейронные сети, эта задача была достаточно хорошо решена, и сейчас уже модели, которые распознают речь, побили по качеству ошибки человеческое распознавание. То есть уже в 2015 году вышла модель, которая стала распознавать текст лучше, чем это делал человек. У человека там была ошибка 5%, и вот как раз модель что-то типа 4-9 выдала, и сейчас еще лучше модели появляются. То есть в плане распознавания речи, можно сказать, сейчас идет развитие скорее в том, чтобы получить какую-то единую модель, которая сразу много языков может распознавать, и будет более быстрой, более емкой, а не такой тяжеловесной, как это были в 2015-2020 год. Сейчас основное направление в этом такое. Еще раз чуть пройдемся подробнее про какие есть задачи. Это speech-to-text классический, про который мы будем подробнее говорить. Его обычно сокращают, называют еще STT или ACR, где у нас мы берем на вход какую-то аудиодорожку во формате, например, и переводим ее в текстовый формат. Voice Activity Detection, когда мы детектируем, в каком месте аудиодорожки происходит вообще то, что нам надо обрабатывать. В биометре, когда нам надо понять то, что это относится к тому-то классу правильно или нет. То есть это тот же самый человек. Сейчас тоже начали много где применять. Вы могли заметить то, что в банковских сферах стали часто предлагать подтверждения по аудиоголосу. Но как раз по биометрии, по качеству это еще не так хорошо вышло вперед, чтобы можно было не обмануть эти системы. Поэтому пока можно с сомнением относиться к этим предложениям. По speaker diarization это много где применяется интересная задача. Ну, во-первых, в том же дубляже фильмов, про который я упомянул, вам сначала надо определить, где какой человек находится в аудиодорожке, чтобы все одним голосом не озвучивать. И иногда тут бывает, аудиодорожки накладываются, то, что два человека одновременно могут говорить. То есть там есть какие-то интересные тонкости. Про keyword spotting, что мы определяем какой-то момент во времени, где у нас было сказано Mackey и Google, Siri и Alisa. И после этого мы применяем более тяжеловесную модель, основанную на speech-to-texte, которая дальше распознает текст. Основная суть вот этого keyword spotting, что у нас модель сильно легче, чем speech-to-text. То есть если бы мы в колонке Alisa начинали все время гонять вот этот speech-to-text, который пытается распознать вам все то, что он слышит, у вас бы просто заряда аккумулятора бы не хватило, она бы достаточно огромной должна была быть, чтобы постоянно обрабатывать такой объем данных. Поэтому сначала упрощают задачу на то, чтобы найти момент, с которого начать обработку и далее уже применяют более тяжелую модель. Про fake detection, например, в прошлом году я говорил, что это не особо актуальная задача, а сейчас на самом деле уже в этом месяце достаточно знаменитая новость стала, когда для одного банка записывали аудиоголос девушкой для того, чтобы быть таким такой версией ассистента, но женским голосом. И получилось то, что они сделали утилиту, которая, по сути, генерирует любой текст, этим голосом. И можно сказать, теперь очень много где есть фейковый ее голос, с чем как раз связан скандал. И поэтому, я думаю, в ближайшее время будет очень много случаев, когда вот эти fake detection понадобятся. Да и могу даже на своей практике назвать примеры, что в одной из компаний, где я работал, было такое, что на гендиректора сделали deepfake и пытались продать какие-то инвест-сигналы. И, по сути, это тот же самый fake detection с аудио был. Поэтому очень, мне кажется, будет развиваться эта область, хотя особо сейчас ничего по ней не делают. и такая более простая модель, это когда нам надо отклассифицировать вообще аудио, ну, там, отклассифицировать это произнес, ну, там, ребенок или взрослый человек, женщина, мужчина или какие-то эмоции распознать. Много компаний сейчас как раз стали делать всякие приложения, которые вам могут распознавать эмоции, могут как-то вам подправлять вашу речь, когда вы там, например, заикаетесь, и он может, например, классифицировать момент, когда вы заикаетесь, и, например, вам говорить про это. Или какие-то эмоции вам распознавать, и это тоже где-то используется, и прям очень много начали этого делать. Кратко давайте разберем суть того, как мы будем пытаться решать эту задачу по распознаванию речи. На вход у нас подается какая-то сырая аудиодорожка, которая обычно представляет собой просто тысячи, миллионы таймстемпов, в каждом таймстемпе мы видим амплитуду. Сама аудиодорожка здесь представлена симметрично относительно нуля, то есть ее могут отрисовывать и не относительно нуля, а симметрично, а просто вверх от нулевой, от нулевого у. То есть это просто из-за того, что так принято, и это более понятный формат для вида сырой аудиодорожки. Форматы обычно берутся там в формат, в котором часто все хранится, и после этого мы хотим перевести вот эту аудиодорожку в что-то более интерпретируемое, что-то более менее, точнее, не более, а менее размерное по таймстемпам, так как у нас тут в одной аудиодорожке там в нескольких секундах уже у вас будет несколько тысяч таймстемпов. Поэтому переводят все в спектрограмм, про которым мы подробнее поговорим чуть позже в лекции. И далее у нас можно разделить наше решение на такие два этапа. Это акустическая модель и языковая модель. У нас первый этап акустическая модель, которая из аудио вам пытается вытащить какие-то фонемы, то есть получить то, как у вас текст слышится, то есть просто перевести из того, как мы слышим и написать то, как вы слышите. Можно представить пример, вот, допустим, приходит первоклассник в школу и он пока не знает правил русского языка и он пишет так, как он слышит. То есть ему сказали там напиши привет, он напишет там привет, то, как он слышит, или пока пишет пока через А. И это акустическая модель, которая как раз распознает, переводит из нашего аудио в фонемы, в то, как именно он слышит. То есть такое однозначное соответствие аудио и текстового формата. Ну, так как нам не надо, чтобы было с ошибками, у нас есть языковая модель, которая, по сути, у нас как учитель, который приходит к этому первокласснику, говорит, вот ты правильно распознал, что это надо пока написать, но вот тут у нас по правилу надо написать О. и эта языковая модель, по сути, подправляет вот эти фонемы и пишет правильно такой уже в итоговый текст. Можно это принять как такую энкодер-декодерную архитектуру, где у нас, можно сказать, энкодер берет, переводит у вас аудио в какое-то скрытое пространство, которое можно интерпретировать как акустические фичи, то есть фонемы, и вот эти фонемы потом уже декодером переводятся языковой моделью в то, что мы хотим получить на выходе, то есть текст. Если мы хотим взять, перейти уже к задаче генерации речи, то по сути все подходы они очень похожи в плане того, что мы просто в обратную сторону сделаем это решение, просто поворачиваем стрелочки в обратную сторону и делаем то же самое. Мы подаем на вход модели текстовый формат, переводим его каким-то образом в фонемы, то есть то, как у нас вообще вот этот текст должен слышаться. И далее уже эти фонемы мы переводим моделями в спектрограммы, то есть основные модели как раз будут предсказывать нам спектрограммы. А и спектрограмм разными алгоритмами или моделями мы уже переводим в аудиоформат, для нас более привычный. Таким образом вот как раз плавно перешли к задаче генерации речи и давайте точно так же поговорим про историю и какие-то идеи с ней. Началось еще раньше, чем для распознавания речи. В 39-м году та же самая лаборатория Белл сделала такую систему громадную называемую Водер. Ее суть была в том, что они пытались сделать такую имитацию нашей гортани, то есть сама система делала набор вибраций, которые человек как на фортепиано мог генерировать, то есть какие-то сигналы подавались в эту систему так, чтобы из них потом делать какие-то вибрации, которые имитировали то, как у вас из гортани, изо рта будет выходить речь. Давайте как раз глянем, как это все выглядело. То есть они могли как раз показывают суть, что они могли разную интонацию такими движениями как по фортепиано делать, но основная проблема была то, что это было слишком роботизировано и больше похоже на как раз вибрации, которые нам немножко напоминают наш голос. Ну и давайте заодно я покажу первый, который шубокс, где распознавание речи. 7 6 5 2 3 4 5 7 8 минус 2 3 2 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 9 что это слишком искусственно и генерируется с ограниченными количествами. То есть это не масштабировано вообще никак. У вас один и тот же голос роботизированный, даже не роботизированный, а просто какие-то вибрации. И в целом для решения задач генерации голоса очень долго вообще ничего не было. И до 80-х, по сути, ничего особенно интересного и не происходило. В 80-е такие игры, как Atari и Sega, вы можете вспомнить, что там было много как раз таких звуков, которые такие восьмибитные, где просто соединялись какие-то сигналы по виду синусов-косинусов и получались электронные такие роботизированные звучания, аудио. И, соответственно, то же самое примерно делали с генерацией речи по правилам. По сути, просто накладывание нескольких разных сигналов базовых так, чтобы мы могли генерировать какой-то роботизированный голос. примерно так было такое какое-то интересное дополнение к тому, что было вводером. Но основное то, что можно вспомнить даже из 90-х нулевых, это решение, которое сделали. Давайте просто запишем кучу примеров от того, как у нас должны слышаться буквы, слова, слоги и так далее. И нарубим их на кусочки маленькие, и будем их как конструкторы соединять. И таким соединять там каким-нибудь умным образом. И самый простой пример, это вот наверняка все помнят всякие переводчики промтовские, когда его озвучиваешь, вот этот монотонный, забавный голос. Это, по сути, как раз они делали, просто соединяли кучу у вас этих облачков, которые так уже предзаписаны, но каким-то более умным образом. То есть какие-то правила кучу, как-то эти слоги соединять и так далее. Но это уже стало более похожим на человеческий голос по сравнению с тем, что было до. То есть это, по сути, первое, можно сказать, решение, когда, ну, хоть немножко похоже стало. Но вот как раз до десятых, даже скорее до конца, и не их до двадцатого года, ну, особо сильных решений и прорывов не было. И как раз с развитием машинного обучения, глубинного обучения, и того, что мы можем использовать видеокарты, ГПУ и так далее, как раз появились решения для генерации речи, и сейчас, мне кажется, вот даже в этом году, уже этим летом, как раз очень много появилось работ, которые развили это направление достаточно далеко. То есть кажется то, что из всех направлений по аудио это сейчас такое самое популярное, самое сочное, где можно что-то сделать и какие-то интересные результаты получить. Такое открытое пространство для исследований. И кратко тоже давайте пройдемся по тематике, какие задачи есть и какие чаще всего встречаются. Это классическая text-to-speech, когда мы в обратную сторону генерируем из текста уже аудиоформат, на вход текст, на выходе аудио, клонирование голоса, когда у нас есть модель, которая может каким-то голосом вам генерировать любой текст, который вы ей напишите. И есть voice conversion, это когда у вас, вы подаете на вход аудиодорожку, и эту аудиодорожку, таким как стайл-трансфером, другой человек будет вам тот же текст, той же интонацией произносить. То есть отличие conversion от клонинга, то что в клонинге вы можете любой текст подавать, и этим голосом пользоваться. А voice conversion вы просто, по сути, свой голос или ту аудиодорожку, которую вы подаете, переводите в другой стиль. Это немножко отличается, то есть сами задачи по постановке достаточно похожи, но подходы для решения их отличаются. Интересные задачи с генерацией музыки, генерацией аудио, то есть пение того, как делается. Очень популярная задача стала, многие сейчас берут это даже как в исследовании, в научную работу, или просто делают даже стартапы, ко мне часто приходят, и вот прям толпами пытаются делать стартапы по генерации музыки, по генерации пения, и пытаться какие-то научные статьи писать по этому. Ну и базовое, это шумоподавление в наушниках, какие-то просто убирания шума с фона, например, в зуме, когда вы говорите, чтобы там есть функция убрать шум с фона. Картинка страшная, но суть простая. По сути, примерно то же самое, что я показывал здесь, но и иллюстрация для как раз генерации речи. У нас эта модель представлена на рисунке схема для Токатрона, это модель от Гугла в 2017 году, которую начали достаточно часто использовать, и она стала таким бенчмарком, который их дает хорошее качество. Для генерации речи в целом появились хорошие решения уже в 2014 году, когда появился WaveNet, про который вы наверняка проходили на курсах по генеративным моделям. Он изначально появился как раз для аудио, но он не мог давать такого хорошего качества, чтобы его можно было каким-нибудь компаниям использовать, и он был достаточно таким стабильным, хорошо работающим, хорошее качество дающим. И вот только вот в 2017 года пошли такие модели, и вот это первая такая основная модель, которую использует Tocatron от Гугла. Он представляет собой такой энкодер плюс декодер, которые соединяются отеншином. Мы подаем на вход энкодеру как-то нарезанные наши тексты, предобработанные, какие-нибудь могут переводиться в эмбезинге просто какой-нибудь сеткой. На выходе мы получаем вектора скрытого представления, на которые накидываем отеншин. То есть просто смотреть, какие состояния нам сейчас более важны. То есть так типа навесить на это все веса и с этим всем подавать уже декодер, который представляет собой рекуррентную сеть тоже с аттеншином, на выходе которой он предсказывает, дает предсказание в виде спектрограммы. И уже потом, после спектрограммы, мы получаем другой моделью, алгоритмом наш вид аудиодорожки, который мы привыкли все слушать, получать и так далее. То есть по сути здесь точно так же нарисована схема в обратную сторону. Мы получаем из текста какие-то скрытые представления, можно это принимать, интерпретировать эти скрытые представления как какие-то фонемы, которые потом эти фонемы мы декодируем в спектрограммы, то есть в какие частоты у нас мы должны слышать на выходе. И уже отдельными алгоритмами мы переводим из частот, то есть спектрограммы, в аудиоформат, то есть амплитуду по каждому таймстэмпу по времени. Перейдем давайте теперь к разбору такого обработки цифровых сигналов и поговорим про характеристики, какие-то основные моменты, которые нам надо помнить про аудио. Но для начала я люблю здесь приводить пример такой, просто чтобы прийти к этой идее вообще откуда это все приходит, интерес часто мы эти все идеи получаем из природы. И здесь мне нравится вспоминать про такой мысленный эксперимент, его часто писали, проводили древние философы. Давайте представим, что у нас есть лес, и в нем какое-то упало огромное дерево, но вокруг этого дерева никого не было. А был ли вообще какой-то звук в этот момент тогда? И вот это размышление, то есть философы размышляли, то есть это звук, это вообще человеческий опыт или это вообще какое-то физическое явление? По сути, для нас важно именно то, как звук представляет собой человеческий опыт, потому что мы это для практики хотим использовать. И ответом на данный вопрос будет то, что звука не было самого, так как это человеческий опыт. То есть когда дерево упало, у нас произошли какие-то сгустки сначала плотного воздуха, потом разреженный воздух, плотный и разреженный. И вот так вот, пока оно падало, оно воздух немного сгущало, разрежемо и так далее. И получаются такие волны-колебания, от которых мы как раз и получаем какое-то звучание у нас в приемнике в ухе. То есть эта идея нас наталкивает на то, что давайте вообще посмотрим, а как у нас устроено ухо, то есть наш приемник, что нам надо, как оно работает, чтобы нам повторить примерно те же самые модели в математическом смысле. Собственно, само ухо у нас устроено так, что у нас как раз есть такой приемник, наша барабанная перепонка, в которую приходит разреженный, более плотный воздух. То есть мы можем это принять как волну. И эта барабанная перепонка подает эти сигналы на улитку, которая представляет собой два с половиной витка из миллионов синапсов нейронов, которые реагируют на какую-то определенную частоту. Сам он представляет собой вот такой вид. И, допустим, у нас приходит какое-то звучание с частотой там 4000 Гц. Для улитки это будет означать то, что именно вот в месте, где синапсы реагируют на эти 4000 Гц, то есть вот здесь у нас будет как раз вот эта реакция. То есть, можно сказать, такой придет attention на эти синапсы, и мы сможем распознать потом мозгом то, что да, это было вот с 4000 Гц, вот эта волна, и чуть более какие-то подробности понять. А что у нас в математике есть такое, то, что мы можем вот так различать по частотам, то есть получать какой-то сигнал, и потом его делить на частоты, и выделять какие-то основные, которые приходят в этом сигнале. Из матанализа, я думаю, вы хорошо знаете размножение Фурье, которое как раз и представляет собой такую функцию, которая показывает важность какой-то определенной частоты в вашем сигнале. То есть, допустим, у нас есть сигнал X от T в зависимости от времени функция какая-то, и мы к нему применяем преобразование Фурье. И на выходе преобразования Фурье мы, по сути, получаем функцию от частоты, то есть она будет представлять собой, на самом деле, это матрица с комплексно-значными значениями, где в каждое значение матрицы показывает важность нашей частоты, которая подается в этом сигнале. Если расписать это как в виде интеграмма, как это считается, это вот просто напоминание, как у нас считается преобразование Фурье для нашего сигнала X от T. Чуть подробнее мы про преобразование Фурье поговорим, потому что нам это очень важно, на этом как раз строится основа, база для спектрограмм. Давайте поговорим, вспомним, какие вообще бывают типы сигналов, потому что нам это важно знать для обработки основных типов данных, которые сейчас применяются, и которые в целом вообще в мире у нас больше всего существуют. У нас есть аналоговый сигнал и дискретный сигнал. Аналоговый – это банальные примеры, сам наш голос, какой-нибудь граммофон, пластинки и так далее. А дискретный сигнал – это то, что у нас появляется, получается в телефонах, хранится на дисках, флешках, в облаке и так далее. То есть электронное представление аудио. Здесь T мы представляем как период сэмплирования, сейчас про это поговорим. То есть будем обозначать непрерывный сигнал, то есть наш аналоговый как функцию сигнал х от T, а тогда дискретный наш сигнал будем обозначать таким образом, где у нас есть n отчетов через период T. То есть мы пытаемся сделать, пытаемся как бы апоксимировать наш непрерывный сигнал какими-то n отчетов через промежуток времени. Это можно посмотреть на картинке, вот у нас есть аналоговый, и мы пытаемся просто насэмплить несколько точек по времени в этом сигнале, которые будут максимально вам давать однозначное аудио, которое будет точно таким же, как аналоговый сигнал. Расстояние между этими точками по времени как раз будет периодом сэмплирования, T большое, и все вот эти периоды сэмплирования, они между вот этими отчетами будут одинаковыми. А частота сэмплирования, это будет, то есть сколько сэмплов в секунду, то есть сколько вот таких палочек отчетов вы делаете в секунду. Либо это обозначается еще в герцах, это частота. То есть нам важно запомнить, что такое частота сэмплирования, сколько вот таких палочек отчетов мы делаем, чтобы аппроксимировать наш аналоговый сигнал, чтобы мы его однозначно могли услышать. И возникает тогда вопрос о вообще какую частоту нам надо, какой период нам надо брать, чтобы мы могли так однозначно и с хорошим качеством аппроксимировать наш аналоговый сигнал, чтобы он был максимально похож для нашего уха, чтобы это использовать в электронном формате. Как раз про это сейчас поговорим. Еще нам надо вспомнить, упомянуть про то, что у нас есть такая вещь, как энергия сигнала, которую часто у нас, точнее не часто, а просто энергия сигнала у нас обозначается в децибелах, и она получается тем, что мы просто берем интеграл от квадрата модуля нашего сигнала. Зачем нам вообще нужна эта энергия? Самое основное для применения подходов к глубинному обучению это для нормализации сигнала. Зачем нам нормализировать, нормализовывать сигнал? Основной пример это для аугментации. У нас, допустим, у нас есть человек аудиодорожка, где человек что-то говорит, и есть аудиодорожка с шумом. И мы хотим взять и наложить аудиодорожку с шумом на аудиодорожку с разговором человека, чтобы у нас получилось новое аудио, где чуть-чуть на фоне есть шум. Но это будет новое аудио. И мы не можем просто взять и сложить эти два сигнала, потому что они будут по-разному нормализованы. Разные могут быть системы считывания этих амплитуд и так далее. Поэтому сначала нормализовывают тот и тот сигнал и после этого уже их складывают. И, по сути, таким образом это самая простая аугментация для аудио. Накладывать какой-нибудь шум. И теперь перейдем к sample rate, то есть к частоте эсэмплирования. Какие у нас обычно применяются, обычно у нас на практике встречаются. Это для телефонии того, когда мы звоним по телефону, нам передается в частоте 8 кГц и 16 кГц в зависимости это моностерео, которые у нас записаны в электронном формате аудио. Это аудио в телефоне, CD какой-нибудь в компьютере и так далее. Это 44100 Гц и как раз вот 16 кГц и 44100 это являются самые популярные форматы аудио, с которыми вы будете чаще всего встречаться. И есть более высокочастотные, это 48 кГц и 96 кГц, это там DVD-аудио, какие-то супервысокого качества, там флаг и так далее, аудиоформаты, но они редко встречаются для практики именно работы с глубинными, с моделями глубинного обучения, просто потому, что слишком много отчетов и для человеческого слуха примерно достаточно вот этих всех 44 кГц и 16 кГц и так далее. Ну и другая основная характеристика, про которую можно помнить, которую я уже упомянул, это количество каналов, то есть самый банальный пример это у нас моно или стерео, то есть один канал или стерео у вас с двух сторон будет звук. И как раз переходим к тому, сколько нам надо, откуда вообще пошли вот эти 44 кГц, 16 кГц, каким образом нам взять, понять, сколько нам надо делать таких отчетов, чтобы получить такое дискретное представление аудио, которое будет однозначно определяться, однозначно будет соответствовать аналоговому сигналу и нормально слышимым для человека. Для этого есть, была доказана теорема на Эквиста, давайте более-менее формализуем нашу задачу. Допустим, у нас есть набор сигма сети, набор непрерывных сигналов, это continuous signals, continuous time signals, и сигма dt, это набор дискретно, дискрет time, дискретных значений сигналы x от m. И процедуру самплирования мы можем представить в виде отображения множества сигма сети в множество сигма dt, которое, по сути, является переводом, отображением нашего непрерывного сигнала в сигналы, где мы берем какие-то n отчетов. И наша задача для того, чтобы понять, сколько нам надо взять таких отчетов n, чтобы мы могли вот эту стрелочку повернуть в обратную сторону так, чтобы это отображение стало объективным. Для доказательства, для понимания, для в целом понимания сути теоремы нам надо еще ввести понятие ограничивающей частоты bounded, которую часто называют полосой пропускания, и физический смысл ее является просто максимальная частота нашего сигнала. То есть вот эта bounded частота у нас должна быть меньше бесконечности по условию такой, что после преобразования Fourier, то есть матрица, которую мы получаем, чтобы для любой частоты, которая будет больше, чем ограниченная частота, у нас значение в матрице после преобразования в Fourier стало нулем. это однозначное определение вот этой полосы пропускания, то есть у нас просто нет никакой частоты в нашем сигнале, которая будет больше, чем это максимально. Можно представить это, как у нас есть аудиодорожка, где у нас сначала первую секунду идет очень высокочастотный сигнал, и потом со следующей секунды начинается менее высокочастотный, там в два раза меньше, например, и тогда v-bounded для нас будет эта вот частота, с которой была в первую секунду, то есть максимальная для нас. И таким образом тогда теорема Neckquist утверждает о том, что у нас вот это отображение будет биективным тогда и только тогда, когда у нас частота сэмплирования, то есть сколько мы отчетов делаем в аудио будет в отношении к вот этой ограниченной частоте больше, чем два. Здесь частота сэмплирования это вот это дубль S, то есть это та же самая F, только на 2p домноженное. И суть того, что мы берем вот эту вот нашу частоту сэмплирования, делим на частоту ограничивающую нашего сигнала, и если она у нас будет больше, чем два, то мы можем однозначно получать соответствие из дискретного в аналоговый сигнал. И здесь как раз на картинке представлены примеры. То есть у нас есть синенький аналоговый сигнал, красный это точки, которые мы сэмплируем для того, чтобы получить дискретный сигнал, и зеленый это то, как мы можем проинтерпретировать, аппроксимировать еще как-то неоднозначно наш сигнал. И видно то, что как раз для значений меньше, чем два, у нас есть неоднозначность, и больше, чем два, мы получаем как раз однозначный сигнал, который мы обратно из вот этих красных точек переводим в синий аналоговый сигнал. Так, все ли здесь было понятно? Да, понятно. Да, супер. Как раз из этой идеи можно проследить примерно, откуда могло появиться, например, 44 тысячи килогерц. Наше ухо в целом воспринимает сигналы не более там 20 чем-то тысяч килогерц. То есть в целом чем выше у нас мы ставим, то есть если мы поставим в два раза больше нашу частоту сэмплирования, то мы прям однозначно можем распознавать практически все частоты, которые у нас есть. И вот то, что там дальше новое звучание, то есть более высокочастотный тут уже человеческий слух не особо может различать какую-то разницу в том, что там сильно больше частоты ассамплирования, что оно чуть более похоже на аналоговый сигнал, например, пластинки. И давайте теперь чуть подробнее про преобразование фуре, поговорим то, как его как раз применяется в нашем случае, чтобы нам получать дальше фичи спектрограммы. Напомню, что в целом преобразование фуре от сигнала это функция от частоты и показывает, какую важность играет данная частота в этом сигнале. Возьмем, например, вот этот сигнал, где у нас сложили вот такие два сигнала и получили вот такой жирненький сигнал. такой сигнал. И мы хотим перевести из пространства временного пространство частотное, чтобы убрать вот эти количество несколько тысяч, миллионов даже отчетов, которые мы получаем, когда сэмплируем на 44 килогерца. То есть у нас при такой частоте сэмплирования у нас в одну секунду уже 44 тысячи отчетов. Ну и мы банально, у нас захлебнется любая моделька, если мы будем подавать в любую рекуррентную сеть такое количество сэмплов. Поэтому мы переводим в частотное пространство, где как раз вот эти вот пики нам показывают здесь важность размноженных частот. То есть вот это нам показывает то, что мы вот эту большую частоту мы берем с большей важностью, примерно в три раза больше по коэффициенту, чем вот эту поменьше. Давайте еще раз распишем берем преобразование в фурье, вспомним из предыдущих слайдов, это для непрерывного сигнала будет иметь такой вид. Как нам это сделать для сигналов с чисто с дискретным значением? То есть основные у нас же данные по аудио будут дискретным значением, поэтому нам надо как-то понять, как сделать вот это преобразование в фурье для него. На помощь тут нам придет такая вещь, как какой-нибудь всплеск аудио. То есть нам надо сначала понять, как нам представить вот такое вот просто вот эту палочку, как нам ее представить математически. для этого у нас есть функция Дирека, которая определяется тем, что у нее интеграл по времени будет равен единице. И мы можем таким образом представить, взять вот этих n-отчетов и в эти n-отчетов нам делать вот такие всплески, то есть наши вот эти дискретные отсечения для аппроксимации аналогового сигнала. И тогда наш сигнал, вот этот x от t непрерывный, мы можем представить как вот эту сумму отчетов по n, где вот n какое-то ограниченное число, натуральное количество наших отчетов, доножное на функции Дирека в этих как раз отчетах, которые показывают просто всплески на нашем графике. Тогда если мы вот это представление непрерывного сигнала подставим в нашу формулу преобразования фурьесю, то есть вот она, мы можем более-менее свести это все к дискретному случаю, здесь мы возьмем просто вынесем за интеграл то, что не интегрируется по времени под dt, то есть это сумма вот этих xn и наши экспоненты, и тогда мы получаем, что нам нужно получить только такой интеграл, здесь я не вставил вот эти все рассуждения, как нам свести этот интеграл к единице, могу потом скинуть, если кому интересно, но просто суть, что это в матанализе доказывалось, что вот этот интегралчик мы просто сводим к единице, тогда у нас преобразование фурье, вот это наша матрица с комплексом с значными значениями может быть представлена как вот такая сумма сигналов по натуральным отчетам, которую можно представить как тоже матрица с комплексно-значенными значениями, домноженная на сигнал x от t, то есть это будет линейное преобразование, которое мы как раз линейное преобразование можем представлять в моделях и как-то быстро получать это преобразование математически там применяя в языках программирования в питоне и так далее. Можно показать также то, что эта матрица будет получаться симметричной и в целом у нас значения с комплексно-значенными будут одинаковыми и как там вообще тогда брать какие комплексно-значенные и комплексно-значенные на практике просто берут квадрат от коэффициентов перед комплексно-значенным и реальным значением. Вот здесь представлен пример для косинуса вот как раз для дискретного преобразования фурье. Мы получаем какие-то отчеты точечки для нашей функции косинуса с какой-то частотой и на выходе DTFT мы получаем как раз вот таких два пика. Как раз они получаются симметричные. Иногда их отрисовывают относительно нуля симметрично, иногда относительно нуля вот здесь ноль и вправо идут, то есть тут бы было 60. Если у вас появляются такие графики после вашего преобразования, это наоборот показывает, что все хорошо, как раз вы сделали все правильно. У вас в этой матрице должны получиться как раз коэффициенты перед мнимой реальной частью. Вот такие газы здесь. Давайте чуть более на практику перейдем. Здесь как раз представлен сигнал, представим результат нашего преобразования Fourier, когда у нас симметрично и относительно середина, и относительно вот отсюда. Проблема вот этого дискретного преобразования Fourier в том, что оно заточено на сигналы, которые начинаются и заканчиваются в нуле. А у нас в мире нет такого идеального, нет такой идеальности и почти никакой не заканчивается в нуле. И после преобразования достаточно простого сигнала, например, вот такого, тоже какого-то косинуса, у нас получается куча каких-то частот, которые вроде как не должны быть, у нас должно быть там один-два пика где-то вот здесь в начале и в конце, то есть симметричные два пика. Как нам обойти эту проблему? А все просто делают лайфхак, просто домножая вот этот сигнал на какую-то определенную функцию, колокол, которая начинается в нуле и заканчивается в нуле, вот на вот такое окно. Таким образом, просто то, что мы домножаем на нуле в конце и в начале и плавно такой переход делаем, у нас получается вот этот сигнал будет начинаться и заканчиваться в нуле. Вот наш сигнал после того, как мы домножили на колокольчик. И тут как раз видим, что теперь-то у нас более-менее нормальное стало, появились какие-то пару пиков, которые как раз нам дают информацию про то, что это был простой сигнал с косинусом и какая-то информация про вот этот колокольчик, который мы навесили. То есть, это уже практика, как вот эту теорию с дискретным преобразованием Фурия применять на деле. Собственно, плавно сейчас будем переходить к тому, как мы получаем спектрограммы. все то, что я писал выше, мы можем свести к одному такому алгоритму, как нам применять для аудиодорожки наше преобразование Фурия. Этот подход называется Short Time Фурия Трансформ, и он будет очень часто встречаться в работах, и в целом много где вы эту аббревиатуру STFT можете увидеть потом, потому что это основной метод того, как переводить это все в вид спектрограмм. То есть, это тот же самый DTFT, Discrete Time Фурия Трансформ, к которому применили просто окно Хеминга. То есть, что происходит? Мы берем какое-то окно, например, длиной, шириной 1024, применяем к этому сигналу, который мы получили окно, вот этот наш колокольчик, который домножает на нули в начале и в конце, и после этого получаем дискретное преобразование Фурия для этого окна. Далее сдвигаем окно на 256, делаем то же самое, навешиваем колокольчик, получаем дискретное преобразование Фурия, наши частоты, двигаемся дальше и так вот проходимся нашим окном до конца аудиодорожки. Представить это все можно вот в виде этой формулы, что у нас вот к этому сигналу, то, что мы получили вот здесь, мы добавляем просто функцию окна. Вот это вот оконная функция, где вот R обозначает локацию, где у нас находится, где наше начинается окно. И по сути у нас для каждого окна мы получаем какое-то преобразование Фурия, наш набор частот. И уже потом вот эти окна мы конкатинируем и получаем итоговую спектрограмму. Как раз перешли к спектрограммам. То есть сейчас примерно покажем, как это все выглядит на картинке. Вот примерно то, что я на словах сказал. Мы берем окно, навешиваем колокол, получаем DFT, и получаем вот такой вот блочек наших частот для вот этого набора таймстемпов. И таким образом мы какой-то набор таймстемпов переводим в какой-то небольшой набор по частотам. То есть у нас вот этот столбик, он соотносится с окном шириной, который мы заранее задаем, например, 1024. и мы вот таких столбиков получаем столько, сколько у нас окон. Здесь мы видим как раз то, что мы ушли от вот этой огромной временной шкалы, то есть у нас не тысячи таймстемпов, а уже сильно меньше их, столько-столько окон. И по оси Y мы получаем частоты. То есть цвет здесь обозначает просто децибелы, насколько громкие эти частоты, насколько они важны, то есть эти коэффициенты в размножении Fourier. То есть здесь можно как раз легко проинтерпретировать, что примерно произошло в аудиодорожке. То есть вот тут ничего не происходило, здесь как раз на более низких частотах, на которых у нас как раз разговор идет, началось какие-то разговоры и здесь примерно какая-то пауза немножко прервалась или тише стало. То есть можно увидеть как раз что основной разговор, что-то произнесено было, что-то какое-то звучание было вот в этом промежутке времени. То есть плюс спектрограмм здесь в том, что мы это можем еще хорошо интерпретировать по сравнению с тем, что, например, если мы берем допустим какой-нибудь шум, накладываем его на эту аудиодорожку, то мы не сможем особо понять, как-то приинтерпретировать, что вот здесь какой-то шум, а еще там есть какой-то разговор. Когда на спектрограмму если мы наложим шум, то он скорее всего будет где-то вот здесь, в какой-нибудь диапазоне частот, где-то повыше. А здесь пониже у нас будут эти частоты связанные с общением и мы можем четко распределять, разграничивать голос и наш какой-то шум, когда вот в этом формате сверху мы такого сделать не можем. Ну и плюс основной мы ушли от высокой размерности по времени. Это одну из проблем основных решили. Но частот-то у нас все равно много, потому что у нас человеческий слух воспринимает до 20 тысяч частот и даже больше. И поэтому вот здесь по оси Y у вас все равно будет несколько тысяч отступов. Здесь тоже применяют лайфхак, который считается уже классикой, который основан на том, что в целом наш слух по-разному воспринимает разные частоты. Основная идея здесь в том, что человеческий слух лучше воспринимает разницу между 200 Гц и 1000 Гц, чем между 5000 Гц и 5100 Гц. То есть чем выше частота, тем менее мы ее различаем. То есть у нас есть мегарифмическая зависимость в том, как мы отличаем между собой частоты, которые мы получаем на вход на слух. Это примерно в начале 20 века вот про этот факт узнали и проводили много экспериментов, где давали просто людям какие-то аудиодорожки, включали им и говорили, что ты больше различаешь, что ты лучше слышишь и так далее. И на основе этих экспериментов просто строили такие вот графики и получали такие функции, по которым вы могли перевести в новую частоту, в так называемые мел частоты, мел от слова мелоди, которых было сильно меньше, чем наших частот в герцах, которые больше 20 тысяч. Таким образом вы можете точно таким же образом переводить из вот этих 20 тысяч до тысяч герц в менее размерную мел частоты, которые будут примерно ту же самую информацию, ту же самую суть сохранять, просто учитывая особенности слуха человека, что нам, которые повыше частоты, они не особо сильно различаются, и поэтому нам здесь можно вот эту частоту, диапазон частот высоких пошире его взять, и в этой мел частоте он будет там одной частотой какой-то, потому что мы примерно не отличаем вот этот диапазон. Там есть достаточно много этих формул, здесь я привел просто ту, которую на Википедии нашел, для практики там вот эти все преобразования, они уже встроены в пакеты, и есть какие-то другие тонкости, как это можно применять этот мел-спектрум, но про это поговорим чуть позже на следующем занятии. Давайте кратко соберем все то, что мы получили вот по спектрограммам, и как мы вообще получаем фичи, которые мы будем использовать в моделях, все вместе. Мы получаем на вход нашу вейвформу, нашу аудиодорожку по много отчетов по времени с амплитудами по этим временам. Переводим это все в спектрограмму нашим алгоритмом STFT проходим просто дискретно преобразованием в ре оконной функции и получаем меньшую размерность по времени, но еще проблема остается, что у нас большая размерность по частотам, но более интерпретируем с точки зрения, что мы можем посмотреть и понять, где примерно что происходило, на какой частоте. То есть тут видно, в какие моменты кто-то мог что-то сказать, а где было достаточно зашумлено, например, вот тут вот сверху. И еще один этап, когда мы можем перевести из наших частот герцовых в частоты мел, когда у нас мы уменьшаем как раз размерность в этих мел частотах. Есть еще примеры, когда у нас вот эти мел частоты еще сильнее могут ужимать чуть ли не до 40 частот, когда нам не особо важно бывают какие-то вещи, например, там в голосе нам не сильно важно очень много этих частот получать и иногда проще прям сузить для быстроты модели, например, для того, чтобы она была легковесной. Но про вот эти все тонкости и то, как это на практике вот переход из вейформы в частоты, в мел частоты и про подробности про мел частоты это на следующем занятии будем разбирать на семинаре как раз как это все делать. Либо на следующем, либо через неделю будет семинар, Даниэль проведет. А на следующей лекции мы, скорее всего, начнем уже распознавание речи ACR. Вот. На этом все на сегодня. Если есть еще какие-то вопросы, давайте.